Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! А с вами The Station, между прочим, и продолжается наше путешествие в далёкой-далёкой галактике. Ура! На планете Квилура под шоу Бенни Хилла перемещаются, точнее, под музыку из шоу Бенни Хилла перемещаются различные персонажи. Да не, они чисто на этих, на наплечниках смотрят, на наручниках. Да-да-да, вот, и что происходит, собственно говоря, у нас до сих пор, собственно говоря, здесь девочка подаван Этейн прячется в сарае, до сих пор её кормят какашками зерновыми, собственно говоря, а мастер-джедай её до сих пор немножечко мёртв. А, она же почувствовала, по-моему, смех. Да-да-да, в момент, когда она в сарае медитировала, я вот тоже иногда медитирую дома, и чувствует помер кто-то такой, ну вот бывает, ничего страшного. Кто-то с нижнего этажа, да? Вот, также у нас на планету не очень удачно высадились наши товарищи команды, а именно это у нас Дарман, Атин, Фрай и Брекузькинский. Поляк. Клон-поляк. Вот. Аккуратно. Найнер. Ну, я всё равно буду сейчас держать шум-поляк. Вот, в результате их приземления, скажем так, опрыскиватель, на котором они спускались на планету, был торжественно взорван и разрушен, как бы пришлось экстренно эвакуироваться. Насколько я помню, это было глупо, потому что у него просто птица залетела. Да. Вот, и в итоге отряд разделился. Основная у нас стройка клоунов, то есть это Фай, Атин и Найнер, они высадились в точке, где они должны были высадиться, и в итоге смогли встретиться. А вот Дарман, как бы он пошёл, значит, он выковыривал из шлюза оставшуюся взрывчатку, которую ни в какую оставлять не хотел. Вот, в результате чего улетел куда-то въебеня и тоже там взорвался торжественно вместе с этим приклятым опрыскивателем, скажем так. Вот, и также суета, сует на планете, собственно говоря, здесь, как мы уже выяснили, находится секретный научный комплекс по производству специального яда. Так. Почему клоны-то сюда прилетели? Потому что здесь есть производственные комплексы, которые должны, сепаратистские, которые как раз-таки разрабатывают новый вариант вируса, который должен поражать, собственно говоря, клонов. Ну вот, потому что клоны, штучка в галактике новая, все такие, ебать, давайте сразу же придумаем, как их убивать. Ну, в таком количестве новая. Да. Вот, и с чего начинается наша новая голова. А начинается она с того, что Этейн, девочка по давам, вместе с Берханом, фермером, идут по полюшку этой, блядь, над пропастью боржи, короче, идут. Нет, блядь. Фермер ругается пиздец, на самом деле. Дело в том, что Этейн, она не очень хорошо квилурийски знала, скажем так. Вот, поэтому иногда лишь какие-то слова ей были плюс-минус знакомые, обозначающие те или иные гениталии различных животных. Но суть она примерно понимала, что, блядь, он вообще ругается-то. Потому что вчера вечером этого огромного кратера посреди поля еще не было. Они сейчас идут, собственно говоря, вдоль поля, а там, нахуй, выжженная просека и взрыв в середине. Ну, типа, кратер от взрыва, собственно. И до сих пор от него все еще поднимается дымочек. То есть, вчера ночью, по сути, произошло крушение. Вот, они идут в воздухе, соответственно, витает запах дыма, гари, вот этого, собственно говоря, барка сгоревшего. Торжественно сгорело, здесь дохуя денег, скажем так. А это поле, получается, Бирхана, поэтому он еще более несчастлив, недоволен и очень сильно расстроен, собственно говоря. Вот, просека, прожженная, 500 метров в диаметре. Нормально. Хорошая такая просека. Вот, и в центре, получается, просека у тебя падение, место взрыва, кратер, собственно говоря, 15-20 метров. Вот, также в диаметре, как бы, и вот из него сейчас как раз таки все еще дымок потихонечку поднимается. Вот, издалека, конечно, глубину кратера было определить невозможно. Так. Во-первых, как бы, а во-вторых, близко подходить тоже очень сильно не хотелось, потому что что Бирхан, что Этейн, они видят, как на краю этого кратера стоят два трандашанина. Наемник, это, руки в боки уперли, и смотрят вниз, такие, ебать, колотить. Я в прошлой части прибыздунул маленько, здесь мандалорцев-то и нету, на самом деле, здесь только один мандалорец, которыми командует. Все остальные – это различные наемнические скам. Понятно. Сброд. Да, 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 да. Вот. Ну, и они смотрят вниз, такие, типа, а кто это сделал? Вот тут это. Господин, как вы думаете? Пойдем какое-нибудь в рабство заберем. Вот. И настолько они были увлечены, скажем так, созерцанием происходящего, что, если честно, они даже не заметили ни Этейна, ни Бирхана, которые сейчас вдалеке как раз таки тусуются. Вот, Аберхан пиздец злой, как барракуда. Он такой, блядь, вот это вот всё. Это всё, говорит, из-за тебя, девка. Это всё вот это из-за тебя происходит здесь. Она такая, чё это? Из-за меня. Извините, почему меня? Он такой, ой, да всё с тобой понятно. Она такая, да чё понятно-то? Я тут вообще при чём? Я в сарае спала. Он такой, ты-то, блядь, может, и в сарае спала? Говорит, ну вот давай-ка мы тут не будем, блядь. Это самое, говорит, опрыскиватель упал. Говорит, ага, я видел, как падают опрыскиватели. Он летит, летел, типа, упал, всё, лежит. Ну, куски от него, может быть, отвалятся. Опрыскиватель отстегнётся, говорит, всё это хуйня собачья, говорит. А это чё за говно? Чё, он взорвался? Да, опрыскиватель, говорит, так не взорвался. Он чем, блядь, сука, блядь, с соляркой опрыскивал поля, что ли? Из тротила? Да-да-да-да, тротила-прыск у него там был, что ли? Говорит, нет, всё хуйня, говорит, это явно какая-то инопланетная ёбань, которая сюда прилетела, торжественно, нахуй, здесь взорвалась. А всё это потому, что ты тут шароёбишься по нашим полям, сука. Вот. Ну и ходит, ну, короче, блядь, злобно пинает эти сожжённые початки барка этого. И такой, заебало, говорит, это война, меня уже хуже, блядь, этого самого. Говорит, вы чё, другую планету для подраться найти не можете? Говорит, чё вы до нас доебались? Мы тут сидели, блядь, спокойно себе барк выращивали, никого не трогали, как бы. Никому кушать, писать, как бы не мешали. Говорит, нет, надо, сука, приехать и обязательно подраться на нашей планете. Говорит, ебашки на геонозис обратно, говорит, там пустыня. И жуки, и жуки, говорит, вот там-то заебись, как бы воевать, тут-то вам чё надо? В общем, злой, недовольный, негативный чел. И, соответственно, это и на него смотрит, и через силу пытается понять его ход мыслей. Хотя он и так понятен, в принципе, где-то недоволен. Но недалёк. Да, она пытается понять просто, насколько у него уровень градуса злобности, скажем так, высок, потому что, а вдруг, за счёт того, чтобы компенсировать потери от подгоревшего поля, он её, типа, сдаст, например. Ну, типа, чисто, чтобы этот дебет скребетом закрыть, скажем так. Вот, к тому же, она же, по сути, и так лишний рот, как бы, он её кормит, он её, типа, у себя, там, держит, она место занимает, как бы, а тут только что ещё и сгорела неплохая сумма бабла. Да, и она об этом думает, и такая, блядь, надо, короче, новое убежище себе какое-то найти, типа, спасибо этому фермеровскому дому, а теперь пойдём, пожалуй, к другому. Вот, потому что у неё всё ещё есть задача, ей всё ещё нужно выбраться с планеты, ей всё ещё нужно Эдлеб Дович Кенге сделать, как бы, ей всё ещё нужно передать информацию. Вот, и пока, значит, она об этом всем думает, пока они наблюдают, они удивят, что велики, трандаши они закончили смотреть в кратер такие, ну, в кратер бы посмотрели, можно идти, собственно говоря. День прошёл неплохо. Да, они что-то там пока пошились, взяли какие-то железки обгоревшие такие, ну, типа, это самое, сувенирчики есть, можем идти, и дотопали до дороги, с края от поля, и куда-то съебали в закат торжественный. Вот, это Инна такая, говорит, ну, раз они ушли, можно же, наверное, пойти самой тоже глянуть, что там интересного, что там упало, это действительно интересно. Вот, может, дроп-под спейсмаринов, как бы, хуй его разберёт. И, собственно говоря, она осматривается по сторонам, видит, что больше в полюшке никого нет, ну, где-то там только без рук, блядь, рож трогает руками, ну, вот, и такая, ну, значит, можно идти. Коня привёл откуда-то. Коня-то ходит, блядь, там с расторгуемым вместе на одном, как там плиеры, блядь. Доходит она до, ну, типа, проходит через этот выжженный участок, доходит до края этого кратера и заглядывает туда. Ну, типа, кратер до кратер. Ну, типа, взорвалось что-то. Лежит, типа, взорванный, как раз-таки, какой-то опрыскиватель, весь перекорёженный. Ну, как лежит, его расшвыряло, нахуй, по всему там кратеру от взрыва, типа, его прям распидорасило нормально. Причём взрыв был настолько мощный, настолько, типа, высокая там была температура, что края кратера, они оплавлены. Как будто из стекла. Постеклили. Да. Ну, вот. И она такая, типа, ну, чё-то жёсткое здесь, конечно, было. Но, так как я не джеда из старой республики, что такое, что здесь произошло, я понять не могу. Вот, и она уже собиралась уходить, и она видит, что в оплавленной части кратера что-то такое блеснуло. Она чё это такое? Уж какого-то железяка какая-то. Такая, о! Железка. Разбивает она это застывшее стекло, рук туда сует и достает железяку. Очистила её такая. Смотрит на неё и такая, бля, республика идёт. Республика помнится. Там не голова, конечно, команда была. Вот. Это была часть астродроида R5. Часть астродроида R5 с маркировкой республики. И она такая... Идуть! Подожди, то есть они... Да. На тайную операцию ебанули дроида с логотипом. Майден Республик. По всему корпусу, бля. Тем временем, мы переносимся в другую сцену. Мы видим, как наш товарищ Тарман, тот самый, который Камикадзе сделал, пробирается через кустарник. Так. Ну, типа через лесопосадки, между полями, грубо говоря. Ну, вот. И он сейчас продирается через кусты, а ему идти вообще пиздец тяжело на самом деле. Потому что у него рюкзак. У него... Он из стропил парашюта сделал волокушки, короче. На них наложил кучу всякого стаффа, там, взрывчатки, хуятки, короче. Все, что он набрал. Да. В общем, всё, что смог спасти. Вот. Это его очень сильно замедляет. А ещё его замедляет сломанная нога. У него... И кость торчащая. Ну, здесь где-то. Типа кость у него не торчит, он первичный осмотр провёл и понял, что он то ли сухожилия порвал, то ли связку, что-то такое. В общем, идти больно пиздец. Короче, повредил ногу. У него поношь один снят, на голенник получается. И там у него, типа, он наложил шину. Ну, там не шина, там типа плотная повязка с бактой пропитанная. Понятно, понятно. Вот. Идти тяжело пиздец. Шёл он шёл, пока не устал. Логично. Лёг отдохнуть, собственно говоря. Ну, типа, как отдохнуть? Он замаскирал весь устав, лёг в кусты себе, в шлем, короче, две ветки воткнул и лежит с винтовкой. Смотрит, перед ним полюшка как раз таки. Вот. Ему сил-то, по сути, хватило только с места падения уйти. С этого вот поля. Он добежал до ближайшей лесополосы, короче, и там залёг торжественно. Лежит. Два часа он шёл. Ну, поле большое. Я понял. Вот. Он как раз за два часа смог покинуть поле, пройти немножко через лес, и вот здесь вот на природе, скажем так, расположился. Вот. Большую часть ночи он, на самом деле, в таком состоянии-то и провёл. Он лежал в кустах, типа, у него ночное видение на визоре, типа, он с винтовочкой, и постоянно чекал, что вообще вокруг происходит. Так. Да, действительно, он видел, что на место крушения прибывали какие-то наёмники, что-то там осматривались, широёбились, его, естественно, никто не искал, потому что где-то там в ночи следы увидишь, хрен разберёт, что вообще произошло. Занимался он наблюдениями часть ночи. Другую часть ночи он торжественно отбивался от местных, блять, ёбаных реки Тикитавия, короче, вот эти вот мангусты маленькие. Он в кустах лежит, они повылазили отовсюду, блять, их там стоят такие, нехуй. Вкусняшка! Вот. Сначала он пытался с ними пиздиться. Когда он убил первые 20 штук, он понял, что, во-первых, он следы оставляет в виде мёртвых тушек. Ну, он их по карманам-то рассовал, собственно говоря, а потом понял, что бестолковое. Знаете, он просто, типа, лёг в кустах, типа, световка лежит, а его облепили, короче, эти мангусты и пытались прокусить ему броню. У них-то не получалось. В итоге они пару часов его погрызли, потом плюнули и ушли по своим мангустынам. Мангустынам. Да. Вот. В итоге на рассвете, когда стало чуть-чуть более спокойно, чуть-чуть более понятно, он, получается, лежит на своей позиции, осматривается вокруг, он пытается вообще понять, где он, блять. Вот. Он, значит, на своей деке, пип-пип-пип-пип-пип, вызывает карту, пытается как-то синхронизировать их маршрут полёта, место падения и прочее, прочее. Ну, где пацаны могут быть? Если Дека посчитала скорость и дистанцию без ошибки, то он был в 40-50 км к северо-востоку от первой точки встречи. Он понимает, что 50 км он в таком состоянии, с такой ногой, пройти-то он их может, но он будет идти настолько медленно, что когда он туда придет, на этой точке встречи, он оттуда уже съебнут, если не то прибудет. Соответственно, нужно что-то делать по этому поводу. И он продолжает сканировать карту, меняет повязку на ноге, нога болит ебейше, и он понимает, что он в дерьме находится. Он упал, вместо падения вот этого блядского опрыскивателя было не очень удачным, потому что у них точки встречи были, они растянуты линией вдоль полета их маршрута. А так как их несло в сторону в момент крушения, он получается, сейчас он находится в 50 км от первой точки встречи, в 40 км от второй точки встречи и в 35 км от третьей точки встречи. И все очень плохо. И он понимает, что по логике надо идти тогда, наверное, на третью. Потому что идти ему долго, и к тому времени, когда он туда доберется, спустя 35 км путешествия, пересеченные местности, неизвестные ему планеты, возможно, хотя бы там он сможет со своими товарищами встретиться. Потому что они, по идее, если они живы в порядке и с ними все хорошо, они будут идти поэтапно, по точкам. Вот. И он продолжает смотреть через прицел своей винтовки. Все у него хорошо, насколько это возможно. Он понимает, что он давно не ел. Он понимает, что он давно не спал. Ну типа он не спал всю ночь по фан. Глазюхи уже начинают потихонечку чесаться. Вот. И тут он слышит голоса. Так. У него же типа в шлемофоре есть такие тактические наушники. Он слышит голоса, смотрит через прицел, а по дороге ай-два, 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 ай-два. Идут два Виквая, это наемники, собственно говоря, воиня клонов. Это были вот эти пираты-контрабандисты, собственно говоря. Вот. Вот. Ладно. Картиночка будет, тем не менее. Вот. Они идут с винтовочками такие, типа, что за хуйня, что тут произошло, брат. Ну они именно так разговаривают, все же знают, что типа Виквай лучший шансонье в галактике. Ну да. Вот. Вот. И осматриваются по сторонам. И он такой думает, а что они осматриваются? Типа я все же сделал по инструкции, следов никаких не оставил. Замаскировался. Типа он обмазался говном. У него даже запахи все скрыты, потому что он в доспехах полностью. Так. Вот. А они идут такие, типа, что-то вдоль дороги, высматривают такие. И один из Виквайев такой хуякся, прямо на него смотрит. Он в кустах такой. А там типа до него метров двадцать, наверное, через кустарник. И тут смотрит прямо в его направлении такой. Ммм. Он такой, да я деблять, я мог обосраться-то, как они меня заметили. Он даже дыханием задержал. Угу. Это было, конечно, тупо, потому что доспех звук не пропускает. Но этим, знаешь, рефлекторно сработало. И один такой типа. И идет в его направлении. Второй на второй дороге остался, что-то смотрит по сторонам. И идет, сука, прямо на него. Он такой. Мосинку, блядь, перезарядил свою. Ну типа он держит его в прицеле, такой думает, а стрелять он не хочет, потому что выдавать позицию – хуевая затея. А тут идет прямо, сука, целенаправленно. Вот он, знаешь, двадцать метров, блядь, десять метров, пять метров до него остается. И он, где доходя на него пять метров, он такой раз, немножко в сторону сворачивает. И что-то такое начинает осматривать. Что за хуйня? Что-то глядит. И тут до Дормана доходит. Его уже ночью, сука, стая реки Тикитави заебывала. Он идет по следам зверюшек. Они, блядь, нахуй целую тропинку вытоптали, пока к нему бегали кусать его. Он такой, ох, ебать. Продолжает за ним наблюдать, а тот ходит такой, типа. А тот-то замаскировался как надо. Он лежит, блядь, такой человек-куст, как снайпер, знаешь. Да-да-да. Чуть ли не в маск-халате импровизированном. А, так он же сделал себе маск-халат как раз-таки. Он из строп сделал волокушки, а из самого парашюта он в него веток втыкал, и получился маск-халат. И он под ним лежит, такой, ебать. Твою мать, сука, меня к такой хуйне на каминах не готовили. И он прям замер, потому что к такой хуйне на каминах его готовили, на самом деле. У них была программа тренировок очень прикольная. Типа тебе дают локацию, тебе нужно на ней спрятаться, и по локации летают, короче, такие типа дроиды на граф-подушке. На граф-подушке, да. Если они тебя замечают, они тебя ебашут электрошоками. Обидно. Один раз он спалился, как бы с тех пор, как бы он выучил урок и больше не палился, потому что у него потом, блядь, жопа болела еще неделю после этого. Вот. Ну и получается он затих, не шелох, так сказать. А тот типа такой идет, и прям он подходит уже в упор, практически наступая на него. То есть вот типа его лицо, а вот так вон нога, блядь. Вот он такой... Такой... Чуть. Ну вот, и он осматривает этого Виквая, он уже настолько близко, типа он видит его оружие, видит, что собственно говоря, в руках у него KID-21, с хадриумным стволом, чтобы это не значило, пишите в комментариях. Ага. Вот. У него в одной руке бластер, в другой руке вибронож. Так. Вибрирует, собственно говоря. И он такой типа осматривается, такой, кажется, тут что-то не так. В эраю! В эраю десапир! И он присаживается на одно колено, и смотрит вот так прямо на Дармана, короче. Но не видит его. Угу. Дарман такой... Тупой. Он резко вскидывает руку, типа сжимает кулак, резко вскидывает руку, у него вот этот... Клинок. Да. Клинок, у команды, которая есть. Вот он пробивает ему подбородок, и тут такой... Вот такой... Кладёт его аккуратненько. Ага. Клинок убирает. Вот. И вот он... Кровь хуярит из перебитого горла, да. Вот. И он такой типа... Какого-то мухом. Вот. И слышится голос. И с дороги-то типа... Ты что там уснул, что ли? Что ты нашёл? Галур! Э! Галушечка! Что там, блядь, делаешь? И опять шаги. Ага. Второй идёт. Он такой... Он в свою винтовку идёт, такой, ну да, второй. Больше-то никого нету. Ну он в жбан прицеливается. Ты такой, я, короче, это... И умер. Не ты рассказал. Да-да-да. Так интересно было. Вот. Он понимает, что... Ну это, конечно, очень была такая небрежная разведгруппа, скажем так. Короче, по дебильному они поступили. Во-первых, разделились. Во-вторых, видимо, они уже совсем тут расслабились и страх потеряли. Потому что, типа, здесь их самый страшный враг, типа, это, блядь, перепуганные фермеры. Ага. Вот. Поэтому они, типа, начали на расслабоне ходили. И вот такая вот ситуация произошла. О, ты, Дарман, а у него, короче, такой прикол. Как и в предыдущих частях я говорил, клоны постоянно они не могут работать в одиночку. Ну, команда. Да, у них должна быть команда. Либо пятерка, там, четверка, как у команды. Либо, типа, если ты обычный, там, клон-солдат, если ты в рамках взвода действуешь по одиночке, они очень хуево действуют. Им инструктор читал, типа, такую лекцию. Такой, вы инструмент, но вы не винтовка. Вы даже нихуя не рука. Вы. Палец. Один палец не может держать винтовку. Один палец не может сражаться. Потому что по этому одиночку вы никто. Нужно много пальцев, короче. Я аналогию понял очень в первый раз. Короче, из-за вот того, что они не могут работать в одиночку, он постоянно сам себе отдают команды и сам с собой разговаривает. Он такой, типа, команда Дарман задачу выполнил. Молодец, команда Дарман. Отличная работа. Очень умно. Он такой, спасибо, Дарман. И он понимает, что он, конечно, наследил. Надо, типа, с телами-то что-то делать. Он встает, подковыливает к тому, к которому он башку прострелил. Ну, там, конечно, крови нет. Ему просто прожгло. И самое. Хватает его, тащит, кладет его на свои позиции, где он лежал. Такой, надо как-то зарыть, закопать, тела спрятать. И в это время такие, типа, кушать? Он такой, что? Кушать, 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 кушать. Кушать, кушать, кушать. Дай, дай, дай. Выбегает куча этих ебаных сусликов, короче, плотоядных. И они просто подбегают и начинают этого Виквая просто разрывать на куски и хавать. Он такой, удобно. Удобно. Тела можно, видимо, не прятать. Вот тебе и похорон, собственно говоря. И тут он слышит. Он такой, бля. А второй еще жив, короче. Он не добил его. И он на него смотрит, тут, типа, кровью истекает, рожа такая. Глядя на него, он испытывает смешанные чувства. Дело в том, что, как мы понимаем, опять-таки, клоунов только-только начали использовать. Буквально недавно битва за Геонозис была. Их первое, по сути, сражение. Почему они так всосали-то нихуево там? Победили, конечно, но всосали. Дело в том, что он, их учили, во-первых, сражаться в условиях городских и в условиях, допустим, того же Камина. Но они не приучены к бою, допустим, вот в джунглях и полях. Типа в лесах. Это не совсем их, скажем так, это самый профиль. Профиль, да. А во-вторых, он понимает, что на протяжении тренировок они сражались, грубо говоря, с манекенами, с боевыми дроидами, то есть, всякими такими штуками. Потом на Геонозисе они сражались с дроидами. Ну и с жуками. Не с жуками, с этими, да. Он понимает, что он никогда не убивал кого-то, из кого может течь кровь. А из Виквая пиздец хлещет поток крови. Такой, вот так, всяко-разно. Вот. И его, как он сам говорит, типа рассуждает, что его научили убивать, убивать и убивать. Но никто не позаботился научить его тому, что делать с чувствами после этого. Дорман чувствовал что-то, но не был уверен в том, что это было. Об этом подумал, можно подумать потом. Логично. Вот. Он поднял винтовку и, как говорится, исправил свою ошибку. Короче, просто добил несчастного Виквая. Вот. И маленькие хищники такие типа. О. Еда, еда. Погнали второго кушать. Вот. Ну и тот посмотрел на все это безобразие и такой, ну, бля, ладно, в принципе, тогда можно, наверное, двигаться. Собрал опять весь свой скраб, навалил все это на себя и такой, как бурлак, блядь. Пошел дальше полюс преодолевать пересеченную местность. Сейчас он был в километре к югу от прежней позиции. То есть он идет какое-то время. Вот. Он собирался потратить остаток дня на сооружение качественного укрытия на самой высокой и удобной точке, которую сможет найти. Он сейчас как раз таки поднимается на какую-то лисистую гору и думает, типа, сейчас на горочку поднимусь, там какой-нибудь шалашик себе сварганю, типа, заныкаюсь и вот буду наблюдать, скажем так. У него есть проблема. Дело в том, что как раз он собирается до какого-то пятачка, начинает там вещи свои раскладывать. Он, во-первых, не спал 40 часов. Неприятная ситуация. Да. И он понимает, что из-за этого у него рассеивается внимание. Вот. Он садится, получается, снимает шлем, достает сухпай, начинает его жрать. Так. Он ест ровно отведенное количество и заставляет себя остановиться. Потому что кто-то как бы покушал, но кушать все равно хочется. Он понимает, что он хочет есть не из-за того, что он голодный. Точнее, не только из-за этого, а из-за того, что он еще и уставший. Вот. Как бы, поэтому пайок он экономит, потому что он не знает, сколько придется теперь провести на планете. Ну, и он, типа, рассчитал на это время. Да. Потому что запас пайка у них был очень простой. Типа, неделя операции плюс два дня на экстремный случай. То есть, по сути, девять дней. Если он останется здесь на больший срок, типа, придется жрать местную флуру и фауну, как бы, а он не то, чтобы прям специалист по этому вопросу. Вот. И он как раз-таки с вершины этой горы осматривает немножко пейзажи, там, леса, поля, очень красиво, все лоскутное, типа, такое. Вот. И Квилура, конечно, Дормана очень сильно удивляла. Я в очередной раз напомню, что клоуны видели только две планеты. Камина и Геонозис. Камина – это Бабалецкий бесконечный океан. Геонозис – бляска бесконечной пустыни. Да. А здесь прям, ну, прям, мое уважение. Тут флора, фауна, все цветет, пердит, свистит, летает, ползает. В общем, он приехал в Тусэнд. Да. Он все это фиксирует и такой, ебать, собственно говоря, новые запахи, цвета, собственно говоря, вот это вот все. Он опять открывает свою деку, опять начинает смотреть карты. Он был в десяти километрах от маленького городка Имбрани. Вот. Это как раз тот самый городок, где тусили девочка-джедай и ее мастер. Да-да-да. Вот. И он понимает, что все, что ему сейчас остается, это, соответственно, добраться до точки гамма и там дождаться свой взвод, соответственно. Но он понимает, что чтобы это сделать быстро, с учетом его ноги, с учетом того, что двигается он медленно, придется идти вообще по инструкции, они должны двигаться ночью. Так. Он все-таки диверсанта, команда, вся хуйня. Но он понимает, что если двигаться только ночью, он не успеет, поэтому нужно двигаться еще и днем. Так. Вот. И он такой, ну, отдохнул охуенно. Рюкзак, волокушку и пошел дальше. Угу. Он начинает спускаться, ну, типа он обошел гору. Так. Начинает спускаться вниз. Все это время он через визор своего шлема постоянно сканирует местность на предмет движения и прочего, прочего, прочего. Тут есть небольшая проблема, потому что движения здесь пиздец как много, это все-таки лес. Ну конечно. Там постоянно всякие белки, форобушки, чирикают, бегают, летают. Вот. И тут в определенный момент ему шлем такой пи-пи-пи-пи, он резко поворачивает голову и видит, как, он все еще, ну типа повыше, он видит, как над деревьями поднимается черный дым. И это как бы явно не дым печи, горит что-то большое. И он такой, ну, нихуя себе, говорит, что-то интересненькое намещается. Он, значит, спускается ниже по холму, деревья малетчика расступаются, он опять маскалат. Вещь спрятал, занял позицию, дисишечку поднимает и глядит. Так, а там что? А там деревня фермерская. Горит. Горит, блядь. Он видит, собственно говоря, как, ну такая типа, это даже не деревня, это просто несколько ферм в одной куче. Вот. Все это полыхает, амбары горят, бегают перепуганные фермеры, пытаются барк вытаскивать из амбаров, пытаются животных выводить. Не за всем этим наблюдают такой, короче, карательный отряд. Восемь наемников с различного вида винтовками смотрят за всем этим и такие, а-а-а-а-а-а-а-а, бежит какой-то фермер, бежит в лес, один из наемников такой, падает. Обидно. Вот, да. Там были, получается, Трандашани, Виквайи, Убезийцы. В общем, абсолютно разошерстный наемный сброс, собственно говоря. И тут Дарман понимает, они знают, что он где-то здесь. Они специально устраивают вот эту акцию карательную, скажем так, для двух, по сути, задач. Первое – это запугать фермеров, чтобы, если что, они его выдали. Ну да. И второе – если он где-то здесь, если он дохуя такой плюшевый и добрый, они-то думают, что джедаи прилетели наверняка. Он наверняка вмешается. Конечно. Он делает глубокий вдох к прицелу винтовки и перекрестит на затылке одного из наемников. Так. Собственно говоря, перекликается, он видит, что их восемь человек. Вот стоят в линию. Если танцуются где-то еще, он их пока не наблюдает. И он такой, так, значит, сорок чуваков, у меня в десятишке … А, говорит, восемь чуваков, у меня в десятишке сорок зарядов плюс подствольник. Он говорит, в принципе, в принципе, я могу их раскидать при желании. Вот. Пальчик его на крючок перемещается и такой подрагивает немножечко. Так. Тут у него начинается моральная дилемма. С одной стороны, он вспоминает инструкции. Типа, где всегда говорится очень простая вещь. Основное боевое задание – это приоритет. Оно поэтому называется основное. Да. Есть вторичные цели, они как бы чуть менее приоритетны. И есть вот такие вот ситуации, которые вообще нихуя не приоритетны. Он вспоминает, как инструктор им говорил, что в любой непонятной ситуации помни, это не твое дело. Угу. Как в Ведьмаке. Да. Не вмешиваясь. Вот. И он такой, блядь, что же делать-то, а? Что же делать-то, а? Что же делать-то? У нас смотри, еще и позиции не очень, на самом деле. Угу. Вот. Он опять вспоминает инструкции. Не выдавай позиции. Не стреляй, пока гарантированно не сможешь поразить цель. Продолжай стрельбу, пока цель не поражена, и убедись в смерти. Он видит восемь чуваков, но он не знает, есть ли там еще на территории ферм другие наемники. Ну, вот. И он такой, блядь, что делать-то, как бы, наверное, все-таки как-то, наверное, надо двигаться дальше, потому что, ну, что, фермеры-то, как бы, они в Африке фермеры. Я, в конце концов, тут, блядь, за благо все галактики сражаюсь. Вот. Говорит, да, наверное, это все-таки не мое дело. И стреляет в затылок чуваку. Стоит наемник такой, а, смотри, как сарай. Говорит. Башка у него разлетает, ну, типа, прожигается бластер. Ну, выстрел. Он такой, эээ. Падает, и стреляет, и такие, ебать, Семен, у него же жена и дети. Какого хрена? Он же даже не наемник, это был просто фермер в костюме. Уже три семьи. Да, 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 да. Вот. Они, конечно, в первую секунду даже не поняли, что происходит. Угу. Вот. Пока они охуевали, он опять такой, блядь, пробивает еще одного наемника, еще один падает. Тут остальные уже такие, стреляют по нам. Они оборачиваются, они видят позицию, откуда ведется стрельба, и такие пяп-яп-яп-яп-яп-яп-яп, начинают стрелять в него. Вот. Арман, что он лежит в кусте там, ю-ю-ю-ю. Они же точно не вычислили, где он. Угу. Ну, и они палят в том же, например, направлении, он такой, ага, блядь, хуй вон. Педики. Вот. А они стреляют, типа, и бегут на него. Так. Шесть человек. Он такой, что, Валера, что, твое время. Такой. Из подствольника. Взрыв Из шести наемников, собственно говоря Четверо такие, что-то мы устали И спать любили Осталось 8 Осталось два наемника И такие, типа, бля, что делать? Они уже видели, откуда вылетела ракета И с подствольника начинают стрелять туда Дорман такой, да хуй вам Он вскакивает, такой, чардж, блядь И бежит на них И ебашит из дисишки от бедра Они в него попадают, но у него как бы доспех команда Ему похуй по большому счету Он бежит таким Хуй вам В итоге он сваливает одного из наемников Просто от бедра очередью Второй такой, ага, я понял, и бежит Начинает бежать к дороге И тот такой И спать лег И он стоит вокруг 8 трупов Вся битва у него заняла, ну, секунды 4, наверное Конечно, в момент битвы Кажется тебе, что время растягивается Но по факту 4 секунды Но инструкторы их этому тоже учили Предупреждали, что, типа, так это нормально Собственно говоря Вот, и тут нужно просто понимать Особенность мышления клонов Даже таких крутых, как команда По сути, ну, на этом этапе войны Как бы они все сравнивают с тем, что им говорили инструкторы Ну да, 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 да По сути, это его второе боевое задание Ну да, и у него, естественно, все еще адреналин кипит Поэтому нога практически не болит у него Ну вот, ну и он так текульненько Короче, к сараем от одного к другому Короче, он подбегает, там сарай горит Он как медведь нахуй Подошел, видит сарай, горит, зашел у него Огонь не может повредить доспех команда Ну, полусиловой Как бы он полусиловой И он рассчитан, блядь, даже на коротковременное выживание в вакууме космоса Поэтому тебе похуй на огонь Он проходит через пламя, как терминатор Ну, просто, чтобы воспользоваться с элементом неожиданности Он выбегает из горящего сарая Все в дыму, визар там еле-еле что-то справляется Нету больше никого Он подходит к другому сараю А, и он видит, как к одному из сараев Бежит какой-то пиздюк Он, естественно, такой, хуяксал сразу на прицел Но тот вроде не вооружен Он забегает в сарай Дарман за ним Сарайчик открывает Радень туда А там семья фермеров Скуку же есть пациент Они такие Смотрят на него такие А я напомню, он в дерьме Ну, типа, в этом дерьмодемон прям вылез Не в этом даже дело Я объясню, в чем дело Почему у него так боятся Он подходит к ним такой, типа Спокойно, граждане Я, типа, пришел помочь Вот, а там женщина, мужчина, типа, и пиздюк Вот, женщина такая, типа Ты что за хуй? Он такой Я, солдат республики Мне нужна информация, мэм Ты нам ничего не сделаешь Он такой Нет, зачем мне вам что-то делать Я просто хотел спросить дорогу Она такая Ты, так ты, получается, не он? Он такой Кто? Он такой Ты не Хакан? Он такой Нет А у него уже был инструктаж Он знает, что Хакан Это вот мандалолец этот Да-да-да Он такой Нет А вы знаете, где он? Она такая Типа Показывает на юг Типа в сторону имбране городка Говорит Там Они пришли на ферму Там был раньше клан Кермай Пока Хакан не продал их Трандашанам 50, может 60 Говорит Что вы хотите с ними сделать-то? Он такой Да ничего Я с вами не буду Он понимает, почему они боятся Потому что Доспех команда Похож на мандалорецкий доспех Ну потому что Мандалорец его Типа не заняли Да Фермеры эти В душе не ебут В чем разница Поэтому они думают, что он мандалорец Вот И тут уже мужик такой Говорит Скажи ему, что подошел нахуй отсюда Говорит Он приведет Нам только лишнее внимание Нас прятут И выебут за то, что он здесь был Говорит Что нахуй тебе сейчас 8 мертвых наемников Тут же всех крахнут здесь Прямо в наши попы фермерские Говорит Что делать-то? Вот И женщина такая Да ты тоже завали ебало Вот Говорит Это самое Она переводит А так как это не мандалорец Можно уже и дерзить начинать Она такая Слышь Ты нахуй республиканский член Republic dick Говорит Мы конечно никому ничего не скажем Говорит Что мы тебя видели Говорит Просто иди-ка ты По своим делам Говорит Нам помощь твоя не нужна Говорит Спасибо Дверь вон там Идите нахуй До свидания Так Дарман оказался К такому совершенно не подготовлен Он-то думал Что типа ну Солдат Хороших встречают И там цветами И говорят Какие вы классные И он такой Блядь Ни разу не сталкивался С человеческой неблагодарностью Эвана Как оказывается Какое-то странное чувство У меня в душе И убил их Нахуй Я шучу конечно Блин Вот И он такой Ну Говорит Ладно я туда пошел И уходим А мы В следующую сцену прыгаем А Тин Команда Такой Ложись И все три клона упали Да я по приколу Вот над ними Пролетает спидер Так Вот открытый спидер Собственно говоря У него За Пуфкой Сидит Человек Вот И за рулем Дроид Вот он Летает Патрулирует Так Пошли Вскочили Добежали до Какой-то лесополосы Вместе Остал Сколодить Да Вот Ложись Пошли Прячут они в кустиках Короче А Тин Через прицел На них смотрит Такой Говорит Короче Говорит Это нихуя не гражданские Двое в камуфляже С оружием Не думаю Что у местных Есть такие машины Нахуя Они им нужны Здесь на фермах Да и Типа от кого-то Отбиваться От комаров Агрессивных Говорит Это по-любому Наемники Вот И Тут Говорится Что они Сейчас Собственно говоря В 10 километрах Ну типа Они двигались Все это время Они сейчас В 10 километрах От точки встречи Бета Это вторая Вторая Да Ну логично Логично Вот И Они тоже Все уставшие Перемязаны Грязью Говном Ну специально Тоже не спали Короче Сейчас полдень Солнце светит Ярко Они даже В грязных доспехах Ебейше Выделяются Потому что Нужно же додуматься Доспехи для Спецоперации Сделать Белыми Ну вот Ну здесь Они объяснили Попытались Технически Частично Объяснить Короче Опять таки Броня Делалась Для условия Боя Город Для городских Боев И для боев На каминах Понятно То есть Для городского Боя Они в принципе Не сильно Выделяются На фоне Серых Пласталевых Зданий Ну и плюс Конечно Потом Все это дело Уже исправят В следующем Поколении В следующей фазе Они значит Прятались И Атин Который На удивление Быстро Стал их основным Глазарем Такой Ну совершенно Очевидно Что они проводят Поиск в этом Квадрате Он Летает по кругу Типа постоянно Его сужая Типа вокруг Какого-то центра Файт такой Типа центр чего Он такой Да я Говорит Ебу что ли Если Они не видели Нас А скорее всего Нас не видели Потому что Иначе Будут шмаляли Может они Собственно говоря Идут по следу Дормана Или еще Чего-нибудь Говорит Я-то хуй Какой это Собственно говоря Вот Найнер Найнер Говорит В принципе Да Они вполне Себе могли Засвечить Дормана Вот И Атин Такой Говорит Ну если От Дормана Что-нибудь Осталось Конечно Найнер Такой Говорит Завали Ебало Говорит Ты почему Такой Токсичный Хуй Объясни Тут Атин Дорматическое Лицо Под шлемом И такой Потому что Я был Дорманом Я был На его месте И Найнер Такой Пойду Спидер Собью Ты пока Держи в курсе Ну они Слышат Звук Что Спидер Приближается Найнер Получается Поднимается На небольшой Лесистый Холм У него Винтовка Вот С ракетой Прикрученной Вот И Атин Такой По воксу Он опять Приближается А он идет Прямо На них Причем идет Очень низко Практически Деревьев Касаясь И Найнер Понимает Что он Сейчас их Заметит По-любому Так Это Не вороны Самуруса Романа Которые В шары Долбятся Это Нормальные Ребят Плюс Дроид Может Он Сканирует Хуй Его Знает Вот И Атин Такой Он Приближается Манера Такой Даешь Фейнверк И там Мужик Такой С борта Берешься Такой О И Найнер Такой О Просто Он Стреляет Под двигатель Спидера Взрывается Нахуй И Найнер Такой Блядь Я же под ним Бежит В сторону Просто Падают Осколки Взрыв Короче Лес Загорается Он Перекат 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 И он Такой И он Понимает Что чуваки Которые были С ним Они тоже Там Стояли И он Такой Блядь Говорит Файя Атин Прием На связь Есть кто Тут живой Нормально Все Вот И из Горящего леса Просто Выходит Атин Такой Говорит Ну Обязательно Это было Нужно Он Такой Так Че он Летает Говорит Так он Засек Меня Он Такой Говорит Да ладно Я прикалываюсь Я Говорит Просто Хотел Возмутиться Что Выпустил Одну Ракету А не Две Говорит Что Соверняка Вот Он Такой А Атин Где Он Такой Да я Хуй Знает Я его По Оксу Не Слышу Ну Пойдем Искать Они Идут Заходят Вместо Крушения Черный Дым Поднимается И Фай Такой Нехилый Получился Маяк Будет Виден С Очень Большого Расстояния Он Такой Ну О чем Мне Было Делать Лежать И ждать Пока Они Расстреляют К Да ладно Сделал Да Сделал Чувака Разъебанного Дроида Как бы Все нормально Выживших Нет Тем временем Атин Такой Типа Фай Прием Слышишь Тишина Он такой Фай Заебал Отвечай Давай Вот И Спустя Пару Мгновений Такой Фай На связи Сейчас я выйду Чего вы доебались Конец В связи И Из горящего дыма Выходит Собственно Горя Фай В одной рюке Тащит свой рюкзак Который Скинул Когда Бежал Рукой тащит Здоровенный Типа Бортовой Компьютер Спидера Вот А там Еще прикол Типа Был Они нашли Обломки Дроида И Атин Такой Говорит Ну Этот Дроид Видимо Был Не такой Прыгучий Говорит Смотри Какого Прикольно Распидорасило Вот И Подходит Как раз Таки Фай Пинает Ногу Оторванную Чувака И Говорит Да и Человек Тоже Не особо Прыгучий Чего Там Скрывать Вот Говорит Вы мне Помогите Пожалуйста Хуйню На себя Надеть Обратно Они Простегивают Уму Рюкзак Он Говорит Ну Я Тоже Заберем С собой Может Там Радиационные Данные Удастся Найти Там Маршрут Патрули И Прочее Говорит Ладно Говорит Чем Мы тут Тремся Давайте Сваливать Так И Они Торжественно Сваливают Мы Едем Следующую Сцену Хакан Мандалорец Так Сидит За своим Столом Шлем Он Так Ой Какие Вы Долбоебы Это Пизда Пацаны Ну Как Так Можно Я Вообще Не Понимаю Он Поднимает Взгляд 20 Человек В кабинете Ну Типа Как В кабинете Они Под Базу Наемников Переделали Старый Сарай Чуть Усилили Двери Поставили Вот Он Тут Все Говном Воняет Крую Он Смотрит 20 Человек Это Его Офицеры Офицерский Состав Ну Там Пизда На самом Он Говорит Это Нанимодианец Этот Короче Он Вкладывает Деньги В В В Головет Короче На Планете Во Все Это А В Наемников Нихуя Не Вкладывает Особо Потому Что Здесь Собралось Самое Конченное Отребие Знаешь Которое Никто Не Нанимает Настолько Они Бесполезны Типа Вот Хакаму Приходится Работать Вот С ними Эти 20 Офицеров Они Даже Не Офицеры Они Просто Умеют Связно Говорить И Хоть Какие Отчеты Предоставлять Как Бесполезны Он У них Смотрит Такой Бля До Чего Я Докатился Конечно Это Пизда Он Встает Ходит А В Центре Стоит Один Из Его Наемников Убезиец Убезиецы Короче Это Чуваки Которые Помнишь В Шестом Эпизоде Когда Спасали Харна Соло Из Дворца Джабы Там Лея Переодевалась Такой Ебанько В маске Это Они Убезиецы Гуманоидная Раса Они Выглядят Как Люди Но Они Постоянно Носят Маски Потому Что У них Речевой Аппарат Слабо Развит Они У себя На планетах Общаются В основном Жестами И Через Эту Маску Коммуникатор Который Усиливает Речь Он Подходит К нему Ебалоко Маски Подносит Говорит Ты Дикут Начальник Ты Сейчас Это Говорит Ты Дикут Ну Типа Долбоёк Он Такой Ага Он Такой Кто Ты Он Такой Дикут Сэр Он Такой Хорошо Ты Понимаешь Что Ты Из меня Дикут И делаешь Мне Это Не Нравится Он Поворачивается Ко Всем Собравшимся Так Вот И Такой Вот Объясни Пожалуйста Моим Благородным Командирам Ну И Мне За Одно Вы Нахуя Аферму Сожгли Очередную Он Такой Ну Начальник Так Это Было Предупреждение На Случай Если У них Возникнут Идеи Ну Знаете Там Как Это Самое Укрывать Людей Там Или Сопротивляться Нам Он Такой Долгоев Ты Понимаешь Действуешь От Обратного Что Я Не Понял Он Такой Я Объясню Для Того Чтобы Угроза Работала Сперва Ты Предупреждаешь Что Если Вы Сделаете То-то То-то Мы Сожгем Вашу Ферму Если Они Это Делают Ты Сжигаешь Ферму А потом Приходишь К другим Говоришь Я Вот Этих Предупреждал Они Не Послушались А Ты Сразу Ферму Сжег Ты Ничего От них Даже Не Попросил Сперва Предупреждение Если Они Нарушают Правила Наказание Они Их Потомки Говорит Ты Это Понимаешь Он Так Он Кослин Порачивается Такой Всем Все Понятно Они Так Он Так Что Надо Сказать Когда Офицер Задает Вопрос Все Так Да Все Понятно Сэр Хорошо Поворачивается К этому Чуваку Ну И По Поводу Тебя Он Выхватывает Световой Меч Мастера Джедая Активирует Его Клинком Срубает Башку Наемнику Он Такой Бля Он Такой Смотрит На себя Ни капли Крови На него Не попало Он Такой Бля Охренное Оружие Мне нравится Каждым разом Все сильнее И сильнее Он Такой А вот Классический Пример Это Было Наказание Для Кайл Сука У него Имя Такое Кайлш Для Кайлша И Это Да И это Предупреждение Для вас Теперь Поняли Разницу Это Важно Да Ага Ага Он Такой Ну и Прекрасно В таком Случае Идите Пожалуйста И отыщите Наших Гостей Ты Говорит Мукит Прибери Здесь Ты У нас Тоже Убезеет Значит Знаешь Как поступать С останками Этих Долбоебов Этого Долбоеба Он Ага Начальник Я Все Сделаю Ну Все Остальные Свободны Готанай Будь Любезен Задержись На минуточку Все Уходят А Готанай Это Тоже Вот Этот Виквай Он Скажи Ко мне Пожалуйста Где Твой Брат И Его Приятель Они Уже Два Обеда Не Показываются И Они Не Расписались По Окончанию Смены Окончанию Патруля Он Говорит Сэр Так Я Не Знаю Сэр Сэр Он Такой Что Говорит Твой Братильник Подрабатывает На стороне У Трандашанина Может Рабов Поставляет Это Не Самая Хорошая Идея Ты Понимаешь Не Надо Меня Бесить Он Такой Сэр Конечно Сэр Я Понимаю Сэр Что Не Надо Вас Бесить Сэр Он Такой Блядь Да Не Средоточимся Тут Республиканцы Мы Не Знаем Сколько Их Но У Нас Есть Разбитый Спидер Большой Кратер У Им Брани Чем Больше У Моя Информации Тем Лучше Я Смогу Оценить Степень Угрозы И Справиться С Ней Понимаешь Меня Да Сэр Ну И Хорошо В таком Случай Иди Пожалуйста Собери Мне Информацию Вечером Предоставишь Отчет Начинает Что-то Печатать Ну Началось Наконец Хоть какая-то Движуха На этой Ебаной Планете Я Сын Своего Отца Я Мандалорец И Воин Я Лучше Сражусь С достойным Врагом Чем Стану Запугивать Фермеров У которых Кишка Тонка Себя Защитить Вот Поэтому Ему Нравилось Что сюда Республиканцы Прилетели Ну Хоть какая-то Реально Движуха Потому Республиканцы Это стоит чуть дороже Чем Запугивание Фермеров Поэтому Он понимает Что видимо Можно спокойно Просить Идти И просить Повышение ЗП А чем Больше Он соберет Чем раньше Он соберет Крупную сумму Денег Тем раньше Он сможет С этой Ебаной Планеты Свалить И тем Раньше Он может Свалить С нее Свалить Да Дальше План не придумал Мы Принесемся В следующую Сцену Мы видим Как Этейн Стоит И уворачивается От комков грязи Ну поджидайский Они пролетают Мимо И мы видим Что этот Берхан Фермер Куличик И в нее Пошла вон отсюда Нахуй Не подходи К моему сараю Убирайся С моей фермы Вы меня тут Все заебали Уже конкретно Вот И рядом Стоит эта бабка Помнишь Которая там Была у него Тоже на ферме Которая именно бабка Или Которая бабка Ага Вот Она такая Да не будь ты глупцом Если мы позаботимся О джедае То они позаботятся о нас Когда придет республика Он такой Хуюблика Я тебе сказал Пошла вон Блять Говорит Хуюблика Какая в пизду разница Сепаратисты Республика Один хрен Все приходят И один хрен Все вытапкивают Мои поля Вот Говорит Слышь Ты меня заебал Я тебе сказал Я сейчас за вилами схожу Говорит Пошла вон Эта Инна такая Говорит Так Я поняла Вы злитесь Он такой Хуетесь Я тебе сказал Я тебе сказал Слух Блять Она такая Я не хочу с тобой работать Иди нахуй И говори пожалуйста Когда обращаешься ко мне Я кормлю тебя вообще-то Она такая Блять Никогда не умела силы Убеждать Сука Вот А бабка такая Да угомонись ты Говорит Типа Ты что не понимаешь Что если она уйдет Говорит Если она Если мы ее оставим Мы сможем компенсировать Сгоревшее поле Она такая Как блять Она что Барком срет что ли Говорит Или может У нее где-то там Блять По карманам В кармане Блять Мешки с барком спрятаны Что-то вряд ли Я говорю Уйди блять отсюда Вот она такая Да ты не понимаешь Дурачок Говорит Джедаи Они же могут При помощи силы Заставлять зерна расти Ты же умеешь Девочка Заставлять зерна расти Этейн такая Да Сама такая Ехерасия Так что можно бы Технически это была правда Она слышала О падаванах Отправленных В сельскохозяйственный корпус Когда Ну типа Которых не берут в падаваны Ну в омске Так расстранили Да Типа вот Эта история Описывается Как раз таки В первой книге Про Оби-Вана Когда он был учеником Что типа Его чуть было Его чуть не отправили В сельскохозяйственный корпус Потому что он уже Возраст у него выходил Вот Его никто не хотел В падаваны брать Вот И он такой Ай Говорит Да идите вы нахуй С своими силами Хуилами Короче И уходит домой Подходит бабка Такая Говорит Ты на него не дуйся Он перенервничал Когда парни Хакана Начали фермы Тожечь Как бы Вот И Говорит Хуйня Такая Пойдем в сарай Говорит Че ты тут стоишь Ведет ее к сарайчику Открывает дверь Там Ну как бы Запах Бар как говна Все по классике Этейн уже Начинает Нравится этот запах Она такая Вот домой вернулась Вот И Этейн такая Говорит А ты че не нервничаешь Она такая Ага А ты внимательная девочка Он такой Говорит Ну Мой мастер погиб Мне приходится быть внимательнее Да че ты такая спокойная Она говорит Так а че Говорит У меня Во-первых Кругозор пошире Чем у этого фермера Говорит А во-вторых Говорит Я же уже старая Мне похуй По большому счету Вот Говорит Так что Ты не переживай Иди Сиди в безопасности И не надо бродить По округе Короче Собственно говоря Вот Она такая Говорит Че ты Как-то это Увиваешь Постоянно ответом Говорит Че ты мутная Ты такая Она такая Ну я же старая И поэтому И мутная Че ты доебалась Говорит Я же тебе сказала Что они придут Вот они и пришли Она говорит Да кто они-то Ты хоть можешь сказать Она такая Говорит Да ты не несу свой Чужой вопрос Как бы дальше проживешь Я же говорю Пришли Значит пришли Говорит Они тебе помогут Ну и ты поможешь им Она такая Слышишь Блядь Будулай Табор уходит в небо Говорит Что за цыганские пророчества Вообще Когда ты будешь Говорить конкретно Тогда я и буду принимать Твои слова всерьез Говорит А пока что-то Муть какая-то Она такая Ооо Говорит Тебе просто стоит Быть менее подозрительной Надо поглядеть На то Что считаешь Увиденным Повнимательней Подумай об этом Вот Это им такая Говорит Я как же подумаю Но я никуда не понимаю Она такая Ну и ладно Хотелось бы мне конечно Иметь время Чтобы научиться выживать Да Она такая Тебе зачем Она такая Ааа Говорит Да ладно Эта доля выпадет Кому-то другому Судя по всему Угу Она говорит Ты что несешь ты Я вообще не понимаю Старая Она такая Говорит Дааа Говорит Ночью сегодня уходим Говорит Собирай вещички Угу И я пойду с тобой И ты пойдешь отсюда Фештейн Она такая Так точно Ну все Я тогда пошла И ушла по своим делам Мы приносим Следующую сцену Так Торман идет Идет Заебался уже До точки встречи Гамма Ты 20 километров Он заебался Он не спал Он постоянно Жрать хочет Фляжка уже заканчивается Воды мало Он раненый Сука Все это на себе На своем горбу прет И у него возникла проблема Он выходит Перед ним Нахуй огромное поле Барка Гигантское поле Он конца края не видит У него есть два варианта Идти в обход И потратить кучу времени И идти прямо Сейчас день Он такой Ладно пойду Наверное прямо Он достает Маленького дрона разведчика А он такой маленький В ладошке помещается Он за него программирует Чтобы тот сканировал Все в радиусе 5 километров И на шлем ему транслировал А сам прикидывается шлангом Он обмазывается Каким-то говном И смотрит на свои доспицы Ну вроде издалека На чешую похоже Он встает на четвереньки И такой И идет через поле На четвереньках Когда он доходит До середины поля У него такой Пип, пип Дрон ему так Сигарит Он смотрит А дрон такой, не-не-не, и темно. Он такой, что за хуйня? Включает у дрона фонарик, у дрона включается фонарик, и он понимает, что дрон в жопе. Буквально. Я понял. Дрона съела птица, которая сейчас над ним пролетает. Он такой, КААААН! Дальше пошёл. Птица такая, мам, ворот веди! Ну да-да-да-да. В итоге, короче, он с горем пополам пересекает это поле, добирается далекого лесного озерца, стирается, приводит себя в порядок, моется, раскладывает свои вещи, высушивает все, одевает обратно доспехи и такой, ладно, наверное, стоит немножечко отдохнуть, потому что он уже вообще не сращивает, он прям плывет уже весь. И сам себе отдает команду, типа такой, поспи, тебе это нужно, сынок? Он такой, так точно, Дарман. И спать лег. В этом время мы видим, как Хакан прибывает в исследовательский комплекс сепаратистов, там, конечно, все, он замаскирован под ферму, но там, типа, все хорошо, там, короче, 20 степеней защиты, глушилки, все нормально, 43 двери, там отряды боевых броидов ходят, все очень хорошо. Его вызвали. Его вызвала на переговоры некая УТАН, и к ней он как раз-таки испытывал взаимное уважение у них на самом деле было. Она была старшим научным сотрудником в этом комплексе, который как раз-таки занимается разработкой чего-то там. Тоже немодионка? Нет, она человек. Она очень красивый человек, на самом деле, потому что каждый раз, когда он к ней приходит, когда она его вызывает, она одевает хорошее вечернее платье, она с ним фильтрует, но в рамках допустимого, скажем. Фильтрует? Ну да, фильтрует. Потому что она знает, что мандлорца соблазнять особого смысла нет, они упоротые, но, с другой стороны, ей нравится произойти на него впечатление. Он приходит к ней, они встречаются, идут по производственному комплексу, она им что-то показывает, рассказывает. И такая говорит, спасибо, что пришли. Он такой, дай, пожалуйста. Она говорит, слушайте, мы на этой планете расположились, потому что этот немодианский черт в особняке сказал, что здесь нашей работе ничего не угрожает и мы здесь можем спокойно трудиться. Она говорит, вот и он мне продолжает то же самое говорить, но я хочу все-таки информацию с первых рук из-за недавних событий. И говорит, вот вы мне скажите, пожалуйста, как вы считаете, мы в безопасности? Он такой говорит, ну, насколько это возможно, да. Да, были типа вот события, здесь явно проникли республиканцы, говорит, а еще у меня армия долбоебов вместо нормальных отрядов, собственно говоря. Но конкретно вам пока ничего не угрожает. Она такая, ну так может вам стоит нанять новую армию вместо армии долбоебов? Она такая, интересно, а мы ему кучу денег выделяем. Он такой, ну, куча денег приходит к нему, а до меня доходит кучка поменьше. Понимаете, как это работает? Я такая, ну, хорошо, возможно, нам стоит сократить финансирование этого ушлепка. Он такой, ну, если вы сократите ему финансирование, то я еще меньше буду получать. А еще больших долбоебов я нанять просто физически уже не могу. Она такая, нет, вы не поняли. Мы заключим контракт с вами напрямую. Вы получите необходимое количество денег. Говорит, и как насчет сотни боевых дроидов? Опа. Он такой, ну, в целом-то, я не то чтобы против, но я не особо за. Она такая, а почему? Он такой, ну, говорит, дамочка, вы, наверное, заметили все-таки, что я мандалорец. Говорит, мы, если беремся за какой-то контракт, мы его отрабатываем по полной, если нам вовремя платят. Говорит, но мы сами решаем, браться за работу или нет. Я вот не уверен, что я хочу с вами контракт заключать. Она такая, ну, хорошо, говорит, давайте тогда майор, кое-что с вами обсудим. Говорит, вы знаете, чем мы тут занимаемся? Он такой, какой-то вирус разрабатывать. Он такой, не просто какой-то вирус, дорогуша, мы разрабатываем, мы разрабатываем вирус. Говорит, вы же, наверное, в курсе, что у республики внезапно появилась новая армия, армия клонов. Он такой, ну, я что-то по новостям слышал, да. Он такой, ну, вот, мы разрабатываем вирус, чтобы их убить. И он такой, ну, практично его много, что могу сказать, молодцы. Говорит, продолжай. Она такая, а вы знаете, чьи это клоны? Ну, они же клоны, есть первоистач Bueno. Она тоже говорит, нет. Она такая, ну, я думаю, вам знакомо имя Джангаватта, а он такой «Джангаватт, лучший из Вандалурцев». Она такая, да, это его клоны. Он такой «А-а-а-а-а». Она такая, да-да-да-да, республиканские собаки, джедайские ублюдки, как бы они взяли ваши генматериалы вашего благородного Джангафэта и клонов из него нашли коли пушечное мясо фактически. Он такой, я согласен на работу. Она такая, прекрасно. Вы получите сотню дроидов. Финансирование. Финансирование, говорит. И скажите мне, пожалуйста, как вы поступите с теми наемниками, которые у вас уже наняты? Он такой, ну что ж, раз вы мне сотню боевых дроидов даете, давайте-ка, наверное, мы начнем с их увольнения. Проверим за одну дроидовку. Да, она смотрит на него, ей нужно было какое-то время, чтобы понять, о каком конкретном увольнении. Она говорит, она такая, знаете, мой дорогой майор, я думаю, мы с вами сработаемся. Они пожимают друг другу лапки, и Хакан уходит обратно к себе на базу. И на этом сегодня, я думаю, мы пересказ наш закончим потихонечку. Знаешь, мне нравится то, что здесь все-таки показывают клонов, кем они реально являются, то есть по факту детьми. Ну, у них поэтому и такие высокие потери были в начале войны, потому что тут вопрос даже не в том, что они дети, а вопрос в том, что у них мало именно просто жизненного опыта самого по себе. Да, отсутствие опыта, постоянно незнакомая новая обстановка, и это, конечно, сказывает. И никто же не работал с эмоциями и чувствами клонов, хоть их и подавляли по большей части, но все равно какая-то часть осталась. Ну, да, клоновского психолога они не придумали, но и к тому же, собственно говоря, наши дорогие каменнанцы, они не то чтобы сильно шалили. Любили клонов вообще-то? Во-первых, они не особо их любили, потому что для них это просто был товар, а во-вторых, они даже не предполагали, что может возникнуть такая вещь, как психологическая травма у клона. Ну, типа они по большому счету делали клонов куда? На работы, хоть тяжелые, хоть не очень тяжелые, и на охрану. Ну, да. Вот такая вот история у нас вышла, друзья, пишите ваши комментарии. Вот, постараемся выкладывать наших мы республик команда пораньше, почаще, точнее, собственно говоря, и вам спасибо, что посмотрели. Никите, спасибо, что послушал. Никита Отче. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok